Привет всем! В этом видео поговорим о ситуации на криптовалютном рынке. Итак, что же произошло? Рынок рухнул. Смотрите, биткоин упал и потянул за собой все криптовалюты. Я за вот эти вот дни потерял где-то 50 тысяч долларов. Вот такая вот ситуация. Что делать в такой ситуации, народ? Ни в коем случае не паниковать. Ни в коем случае сейчас не продавать свою криптовалюту. Сейчас идет коррекция. Сейчас люди паникуют и начинают сливать свою крипту. Вот на таких ребятах мы с вами зарабатываем, потому что мы инвесторы. Мы инвестируем в долгосрочную перспективу. Мы с вами инвестируем в будущее. И хотим получить не 10-20%, а хотим получить 1000%. Что нужно делать в таких случаях? Просто ждать. Что я делаю в таких случаях? Я сейчас ничего не делаю. Сейчас кто хотел закупиться криптой, сейчас самое время. Кто хотел инвестировать, сейчас самое лучшее время для инвестиций. Смотрите, какая у нас ситуация по биткоину. У нас была просадка после нового года, потом опять пошел рост и потом опять пошла просадка. Я вот думал, что рынок дойдет до вот этого вот уровня и потом пойдет повышение. Но нет. Видите, уровень был пробит. Плюс сыграли на руку новости по Китаю, позакрывались биржи. Люди в панике начали выводить свои деньги и рынок продолжил свое движение вниз. И вот на вот этом вот уровне уже немного произошел разворот. Что может произойти? Биткоин может упасть еще ниже, может упасть до 6000 долларов. Ни в коем случае, народ, не нужно паниковать. Я бы сейчас потерял все свои деньги, да, свои 50 тысяч долларов, если бы я продал криптовалюту. Но я ее не продал. Я сейчас в минусе на данный момент. Но пройдет где-то месяца три, закончится паника, закончится коррекция, войдут инвесторы и рынок пойдет вверх. И я быстро отыграю свои деньги. И я уже буду в плюсе, например, на 50 тысяч долларов. Я сейчас вообще не волнуюсь за свои деньги. Почему? Мне сейчас не важно, куда там пойдет курс, будет ли та коррекция. Мне на это по барабану, потому что я инвестирую в долгосрочную перспективу. И на практике показано, что инвесторы всегда больше зарабатывают, чем спекулянты. Вот если вы погонитесь за прибылью, захотите урвать куш и будете пытаться обхитрить рынок, словить на самых максимальных точках, закупиться на самых нижних, в перспективе, как показывает практика, вы меньше заработаете, чем те люди, которые инвестируют в долгосрочную перспективу. Так что без паники, просто ждем. Все деньги, которые я вложил в криптовалюту, я уже давно отбил и уже вывел. Я даже немного часть вывел после нового года. Я где-то сейчас в плюсе на 20 тысяч долларов. И сейчас вот мои деньги в криптовалюте, вот то, что я сейчас ушел в минус на 50 тысяч долларов, это мои свободные деньги. То есть я абсолютно за эти деньги не переживаю. Конечно же, было бы круто, если бы у меня сейчас было плюс 50 тысяч, но сейчас у меня минус. Но это только на данный момент. Что нужно делать вам в такой ситуации? Как правильно обращаться с рисками? Народ, смотрите, всегда выводите ту часть денег, которую вы вложили. Инвестировали вы в криптовалюту, криптовалюта выросла в два раза. Заберите свои вложенные деньги, чтобы не переживать потом. Никогда не берите на это кредиты, никогда не берите на это деньги в долг. Инвестируйте всегда свободные средства. Никогда там не нужно продавать какую-то квартиру, вкладывать ее в биткоин. Вот рынок рухнул, а вам нужно оплатить процент по кредиту. И где вам брать деньги, и вы в абсолютно безвыходной ситуации. Такого делать не нужно. Так что, народ, пожалуйста, без паники, мы с вами инвестируем в долгосрочную перспективу. И в 2018 году биткоин будет стоить за 50 тысяч долларов. Вот такие вот мои прогнозы, такие вот прогнозы аналитиков. Так что сейчас самое время инвестировать. Красные свечи закончились, да? У нас получилась зеленая свеча. Как раз самое время входить в рынок. Так что, народ, не паникуем, никакого краха криптовалюты нет. Это нормальная ситуация для рынка. Коррекция не может, рынок всегда идти вверх. То есть, вы должны это понимать. Мы с вами инвесторы, инвестируем в долгосрочную перспективу. Сейчас никто не продает свою криптовалюту. Сейчас просто ждем. Нам нужно переждать эту коррекцию. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Также подписывайтесь ко мне в Instagram, потому что там самая свежая информация. Поставьте лайки этому видео. Спасибо всем за поддержку. Всем пока.